Мотивировать и помогать с трудоустройством. На это сейчас направлена социальная поддержка малообеспеченных казахстанцев. Зачастую причина низких доходов безработицы одного, а иногда и всех членов семьи. Об этом говорил вице-министр труда и социальной защиты населения Ерлан Аукенов. В нашей области он провел селекторное совещание. С начала года механизмы выдачи финансовой поддержки нуждающимся изменили. Предыдущая система хоть и не обижала суммами, но имела один большой недостаток – рост иждивенчества. Были выявлены расхождения по 1150 домов семьям, по 447 проведен перерасчет, 750 семьям прекращена выплата, 203 из них возвратили средства. Потому сейчас работает правило. Если человек трудоспособен, но сидит без работы, АЭСП не будет получать он и вся его семья. Жестко, зато справедливо. К тому же в стране действует множество госпрограмм, которые помогут найти работу и даже открыть свое дело. На новую систему выплат наш регион быстро отреагировал. Заявление приняли от полутора тысяч семей. Почти 88% уже назначили выплаты. Это высокий показатель, отметил вице-министр труда и социальной защиты населения страны. Говорили на совещании и о поддержке людей с особенными потребностями. Многие из них сидят дома. Большинство из-за того, что на работу не берут. Только четверть казахстанцев с ограниченными возможностями трудоустроены. Скоро ситуация изменится. Разрабатывают новый закон. Все предприятия, которые не выполняют квоту, 24%, мы ее зафиксируем в определенном проценте в этом диапазоне, они не могут и будут принимать участие в госзакупках. Жестко, но это крупные и средние предприятия должны это обеспечивать. По нашим действующим методологиям, стандартам, к сожалению, устаревшему, мы считаем этих лиц нетрудоспособными. Это неправильно. Трудоустроить, а значит адаптировать и социализировать. Закон правительству представят только в октябре. Помогать работодатели могут уже сейчас, не дожидаясь новых правил, а просто по-человечески. Говорили и о мерах, которые помогут в реабилитации недоношенных малышей. Шесть лет назад ВОЗ приняла стандарт, по которому выхаживают даже тех, кто родился весом в полкило. Чтобы в последующем не иметь проблем со здоровьем, таких крох необходимо реабилитировать в первый год жизни. Акцент на скринингах и ранней реабилитации. В конечном итоге на этого человека потратят в 10 раз меньше, говорит Ерлан Аукенов. Практика распространена уже по всему миру. Работать надо совместно с Минздравом. Рост в промышленности, сферах строительства и сельского хозяйства. Об итогах работы, проделанной в прошлом году, отчитался на этой неделе глава региона Кумар Аксакалов. В своем докладе он отметил главные моменты. Североказахстанцы собрали богатый урожай, открыли заводы по его переработке. Продукцию под маркой «Сделано в Северном Казахстане» стали узнавать на мировом рынке. Экспорт сельскохозяйственных товаров вырос на треть. Теперь стоит задача нашу экономику трансформировать в аграрно-индустриальную. Поможет в этом открытие новых заводов и фабрик, расширение имеющихся предприятий. От ноутбуков до ламинированной фанеры и шпона. А еще биоэтанол и даже электротехническую продукцию будут производить у нас. Мы будем производить трансформаторы до 12 тысяч единиц в год. В этом месяце начнутся ремонтные работы здания бывшего завода МЛД площадью 17 тысяч квадратных метров. В области появится ветровой парк общей мощностью 50 мегаватт. Будет установлено 25 ветрогенераторов. Малый и средний бизнес тоже не отстает. Они отчисляют больше половины налогов в копилку региона. Сейчас в области свыше 30 субъектов предпринимательства, в которых заняты 107 тысяч человек. Все благодаря господдержке. Всего на поддержку малого и среднего бизнеса направлено было 47,4 миллиарда тенге. Начиная от сельхозсубсидий и заканчивая поддержкой по строительству инфраструктуры для субъектов бизнеса. Надо сказать, что в 2019 году объемы финансирования на кредиты и гранты увеличены в три раза. И достигли 7,7 миллиарда тенге. Было поддержано 3345 субъектов бизнеса. 82% из них открыли свое дело на селе. Эти предприятия обеспечили работой свыше тысячи семей. Да и в целом сейчас акцент делают на развитие сел. Копорным и перспективным проводят воду, ремонтируют дороги, школы. Остро в деревнях стоит вопрос и с медициной. Чтобы решить проблему, в области ежегодно увеличивают финансирование. В 2019-м в здравоохранение вложили свыше 42 миллиардов тенге. Это на 60% больше, чем три года назад. Приобретают дорогостоящие оборудование. Половину отправляют в село. И для населения обследование и лечение абсолютно бесплатные в рамках ОСМС. Изменения почувствовали и жители областного центра, и сельчане. У нас, допустим, в районе Габита-Мустрепова открылся отделение реабилитационной помощи на 15 коек. Население наше прикрепленное, которое у нас проживает, после таких тяжелых операций, после инсультов, после инфарктов, они будут получать на месте необходимую помощь. И не нужно будет им обращаться в какие-то там республиканские центры, потому что оборудование закуплено, врачи обучены. Просто сейчас медперсонал полностью готов к этому. Мы уже эти процедуры выполняем. От амбициозных планов к насущным проблемам. Североказахстанцы были активны в основном в соцсетях. Вопросы поступали даже после завершения отчетной встречи. Некоторые из тех, кто комментарий оставил вовремя, ответ получили на месте. Газификация региона интересует нас. Когда придет район вокзала, все топят уголь. Стоит смог, дышать нечем. Есть план газификации. В прошлом году газ пришел уже в Нур-Султан. Вторая очередь это Нур-Султан Кушетал. И третья очередь это Кушетал Петропавловск. По плану все есть. Но в прошлом году, когда приезжал президент нашей страны, Касабжимар Кемелыч, мы этот вопрос попросили ускорить. Данный вопрос сейчас рассматривается на уровне правительства. Львиную долю отчетной встречи отвели для людей у микрофонов. Порядка 20 североказахстанцев воспользовались возможностью задать наболевший вопрос. Елена Семигулина здесь от лица всех жителей села Тепличного. Оно находится недалеко от областного центра. Правда, дороги там, как в деревенской глуши. Два километра превратились в полосу препятствий для тех, кто каждый день едет на работу и учебу. У нас вся дорога убитая. Автобусы у нас уже делали забастовку. Мы до полпути, получается, ходили, не могли. Потому что им приходится, чтобы объехать эти ямы, им приходится выезжать на встречные полосы. Дорога на балансе Козлжарского района. Деньги, а именно 75 миллионов тенге, уже выделили. Сейчас ищут подрядчика, объявили конкурс. Абекаджамал Курумбаеву привело сюда недовольство общественным транспортом. Ездить на старых, ломающихся и грязных автобусах горожане устали. Вы нам обещали новые автобусы, хорошие, теплые. Сейчас мы замерзаем в маленьких микроавтобусах. Новые, современные и комфортные автобусы будут. На них выделили 750 миллионов тенге, говорит Кумар Аксакалов. Главное, чтобы предусмотрели пандусы и места для людей с особенными потребностями. Эту проблему поднял директор общественного объединения «Мир без границ». Пожелания учтут в обязательном порядке. Приобретут транспорт, удобный для маломобильных групп населения. Но и на этом проблемы особенных людей не заканчиваются, рассказывает Серегжан Исенов. В 2019 году мы делали запрос о возможности рассмотрения вопроса финансирования установления подъемников в подъездах жилых домов для лиц с ограниченной возможностью. Потому что на сегодняшний день очень большое количество людей проживает в старых домах и нет физической возможности выйти на улицу. Из-за отсутствия таких подъемников многие стали пленниками собственной квартиры. Выйти на улицу без посторонней помощи невозможно даже тем, кто живет на первом этаже. Стоит специальный подъемник 380 тысяч тенге. Мы представляем, какие трудности, чтобы человеку просто добраться до дома, выехать из квартиры и так далее. Поэтому давайте посчитайте. В принципе, эту сумму можем подтянуть. Всеми забыты. И так Елена Слесарева рассказывает про дома по улице Перминовых в микрорайоне Жасуркен. Нет освещения и хороших дорог. Отсыпали нам дорогу, чтобы наши дома не затоплялись. Но нарушили нам подъезд к нашим домам. У нас живут пенсионеры, дети. Скорая помощь отказывается к нам спускаться. Выходить, живя в городе, мы не можем в туфлях. Только в резиновых сапогах. План в этого года у нас есть этот участок. В прошлом году осенью действительно выезжали, но у нас уже средств не было там подцепку делать. С учетом того, что в прошлом году почти 50 улиц мы подцепили, мы не смогли там отработать. По освещению, по данному обращению на отчетных у меня не поступало. Давайте я рассмотрю возможности. Также в планах есть расширение и укрепление объездной дороги. Тяжелая техника может заодно зайти и на проблемную улицу, предложил глава региона. Но этот вопрос надо тщательно изучить. Не менее внимательно нужно продумать и план борьбы с паводком. Уже сейчас снега выпало больше, чем в 2017-м, когда затопило села и окраины Петропавловска. Принимать меры нужно уже сейчас. Призываю жителей города вывозить снег со своих территорий на проезжую часть. Мы с проезжей части заберем. Не будет хватать денег у города, мы добавим сюда. Такая же работа необходимо сделать и в районах. Разбитые дороги были одним из самых популярных вопросов на этой отчетной встрече, наряду с водоснабжением. Для этого многие приехали из районов. В планах на этот год отремонтировать более 700 километров дорог. Почти 8 миллиардов тенге, это вдвое больше, чем в прошлом году, выделят на обеспечение населения качественной питьевой водой. Она станет доступна жителям 59 сел. На этой неделе Кумар Аксакалов провел прием граждан. Жители региона могли напрямую задать интересующие вопросы руководителям различных областных управлений, а также городских отделов. Здесь не только горожане. Есть среди присутствующих и те, кто ради возможности решить свою проблему преодолел сотни километров. Я специально приехала из Исильского района, село Ембек. У нас очень много проблем. В первую очередь у нас 2-3 года уже медиков нет. Теперь дорогу очищать тоже 5-6 лет никак не можем добиться. В деревне нет света, например. Вообще в темноте живем. Казахстанский район у нас, село Архангельское. У нас земля в субаренде у крестьянина. Крестьянин нам в течение всего времени ничего толком не дает, не помогает. В общем, никаких условий не создает. Я 10 лет стою в очереди на жилье. Она не двигается. Я инвалид второй группы. Перенесла инсульт. На прием я прихожу четвертый раз. Жилищный вопрос остро стоит для Рахимы Казбековой. Впрочем, как и для многих североказахстанцев. По словам женщины, ее дом обветшал и непригоден для жизни. В его ремонт вкладываться бесполезно. Купить новую жилплощадь не по карману. Мы в эти 2-3 года сносим двухэтажные дома, которые, к сожалению, оказались аварийными. И предоставляем этим людям в благоустроенном жилье. Завтра с нас просят. Все проверяется? Прокуратурой, финансовой полицией и так далее. Куда вы направили деньги? Вы должны найти консоров, которые выкупят дом, либо нам купят квартиру. Потому что, к сожалению, законного механизма нет. Подвигать людей в очереди на жилье по желанию глава региона не может. Эту мысль Кумар Аксакалов пытался донести до каждого, кто просил помочь в приобретении долгожданных квадратных метров. Айнаш Байжигитова обратилась за содействием Акима области, чтобы не потерять и приватизировать частный дом. Чтобы привести заброшку в порядок и спокойно жить в ней, Североказахстанка вложила немало средств и сил. А сегодня все, что на желании по сильным трудам, Айнаш может потерять. Мне сказали, если сможешь отремонтировать, живи. Мы тебя трогать не будем. Через 7 лет подашь на суд. Дом ничей, на балансе он до сих пор не состоит. Он не нужен был никому. Подаю на суд в конце прошлого года, 19-го. А я в этом... Работы нету. Я здесь устроилась санитаркой. Но я суд отказал. Если суд расписал все процедуры, надо вам просто вернуться на работу в Сергеевке. Мы вам поможем. Приватизируйте. Каждая просьба была услышана. Такова концепция работы представителей исполнительной власти. Поэтому в зале у руководителей управлений и департаментов. Они готовы к диалогу. С начала приема на сегодняшний день поступило два обращения. Первое обращение это касается обучения студентки в Североказахстанском университете. Вопрос поступил с Казалжарского района от учителя, касаемо неполной ставки учителя. Вопрос был по обеспечению лекарством Саввазбувир для гепатитников. В целом сразу же выяснилось, что этот препарат имеется. И пациент сегодня подойдет в эту организацию и получит соответствующий препарат. У нас есть разные механизмы общения с населением. Это кроме вот этой вот площадки по дню открытых дырей Акимата, есть еще социальные сети, фейсбук и инстаграмы. Есть соответствующие странички как управление здравоохранением. Обратился к Акиму области житель города Петропавловска Мукаш Кабдиров. Пришел, чтобы поговорить о проблемах пенсионеров. Особенно тех, кто доживает свой век в одиночестве. Их оказывается у нас 4,5 тысячи по нашей области. То, что государством один раз в год на 1 октября дают продуктовый набор подарки или один раз в году какому-то пенсионеру приду во дворе очистить снег, это не решает проблемы наших стариков. Как знаю сейчас, я не знаю в каком положении, на 1 октября всегда собирали деньги однодневного заработка. Я проверю в отношении однодневного заработка. Те вопросы, которые вы указали, мы выслушали, понятно. Там есть определенные предложения, которые нужно отработать. Звучали на приеме и вопросы, решение которых найти будет крайне сложно. Небольшая группа владельцев иностранных авто впервые встретилась с главой региона, чтобы вместе решить, что им делать с своими проблемными машинами. Большинство автомобилей по техническому регламенту не пройдут регистрацию. А те единицы, которые пройдут регистрацию, за них нужно укладить просто бешеные деньги, которые в разы превосходят стоимость самого автомобиля. Речь идет о миллионах тенге. Таких денег для сохранения машин, ввезенных в Казахстан из соседних стран, у большинства их владельцев нет. Я знаю, что у вас приходится доплачивать 1,3 миллиона. От 1,3 до 1,5 миллиона тенге за желтые номера. Государство предпримет все для того, чтобы как-то ситуацию, эту проблему решить. Подумаем, мы думаем, мы знаем об этом. Местные исполнители органов тоже будут думать. Думают и помогают. Всего на приеме граждан в этот раз прозвучало порядка 190 вопросов. На каждые шестой из них Кумар Аксакалов ответил лично. Итоговую отчетную встречу перед населением с участием главы региона Кумар Аксакалова провел Аким района имени Габита Мусрепова Акзам Тастемиров. Он открыто говорил о достижениях и недоработках прошлого года. 2019-й для одного из крупнейших районов области сложился весьма удачно, докладывает глава мусреповцев Акзам Тастемиров. Больше инвестиций, лучше стали показатели сельского хозяйства и промышленности, отремонтировали 78 километров дорог, а централизованное водоснабжение сейчас доступно жителям 41 села. При этом район развивается не только за счет областной казны. Четверть бюджета – собственные доходы. Это один из лучших показателей среди районов. С гордостью Акзам Тастемиров говорит и о богатом урожае аграриев. Его получили во многом благодаря минеральным удобрениям. К сожалению, пока не все земледельцы используют витамины для растений. Возможно, в этом году ситуация изменится. В этом году мы планируем открытие завода по производству жидких минеральных удобрений, Туло Минерал Агро. Больше предприятия 250 тонн, инвестиций 600 миллионов. С меньшим воодушевлением докладывает Акзам Тастемиров о недоработках. Среди них – отрасль животноводства. Сейчас в районе нет ни одного крупного молочного комплекса. Ситуацию исправят в этом году. Планируют открыть две фермы по 600 голов. Это в перспективе. А пока… О недоработках говорили и писали сами мусреповцы. Жители одного из сел жалуются на сельхозруководителя, который не вкладывает в развитие деревни. Какой – выяснить не удалось. Письмо было анонимным. Но проблема аграрии, в которой думают только о своей выгоде, актуальна для всего региона. Как правило, такие нерадивые руководители приезжают к сельчанам раз в год собрать урожай и набить собственный карман. Они не заинтересованы в доходах и круглогодичной занятости сельчан. Не занимаются животноводством. Сегодня мы уже доработались, в кавычках, до того, что завозим молоко и мясо за границей. Нормально? Еще осталось нам пшеницу завозить или муку и хлеб. А почему? Потому что до нас свобода сельхозникам. Хочешь – занимайся, не хочешь – не занимайся. С вопросом обратились и пайщики, чьи землю принадлежали группе компаний «Алиби». Предприятие обанкротилось. Сейчас сельчане в растерянности. Спрашивают о выплатах за паи и смене руководства агрохолдинга. Повышенная заработная плата, привлекаются инвестиции, приобретается новое оборудование и так далее. Поэтому то, что сейчас произошла смена – это хорошо. Процедуры переоформления занимают много времени. Скоро ситуация наладится и пайщики получат свои выплаты, заверил новый инвестор. Озвучивали и актуальную для каждого района проблему – плохие дороги. Марат Есельбаев жалуется на разбитый асфальт в райцентре. Проблему решат уже в этом году. По АОЛ Ельбисыг выделят свыше 700 миллионов тенге. Отремонтируют 45 улиц Силаново и Шимского. И как бы не реконструировали дороги, все бессмысленно, если зимой по ним не проехать. На слабую очистку мусриповцы сетовали в письмах, озвучивали проблему лично. Видимо, настолько злободневный вопрос. Работу усилят, а в селах помогут агроформирование, заверил Акзам Тастемиров. Другое дело – проблема общественного транспорта. Она требует комплексного подхода. Когда я работал в АОЛ Ельбисе, если вы оставите автобусы, то он новый акт не пришел. Он сказал, нам ставили на время, он нет нового. Прокатиться на обещанных новых автобусах жители Новоишимского не могут до сих пор. Особенно тяжело тем, кто на окраинах. До центра многие добираются пешком, и здесь препятствия в виде нечищенных тротуаров. О проблеме знают, решают. Нашли предпринимателя, который займется перевозками, когда получит кредит. Кроме этого, мы передаем один автобус под управление последующим выкупом. Маршрут организуем. До этого еще один работал, я тоже его пригласил. Сегодня он открыл в сторону, как читал маршрут. Но я думаю, мы еще дополнительно, чтобы выставил одну единицу техники внутри поселковой. Жаловались жители райцентра и на отсутствие освещения на некоторых улицах. Особенно тяжело школьникам второй смены, которые возвращаются домой поздно вечером. Фонари на этой улице появятся, пообещал Аким района. Для оснащения Новоишимского предусмотрели 21 миллион тенге. Глава региона Кумар Аксакалов в ходе рабочей поездки в район имени Габита Мусрепова пообщался с предпринимателями. Сначала посетил завод Казмил. Предприятие по выпуску комбикормов в нашей области появилось в мае прошлого года. Основная составляющая комбикорма – это пшеница 4-5 класс, потом жмых рапсовый 10% в соотношении. Сейчас наша китайская сторона просит еще третью рецептуру добавить. Это составляющая пшеницы, это отрубь. Завод нового поколения. Такого мощного комбикормового завода, как Казмил, в нашей стране нет. Общий объем инвестиций превысил 4 миллиарда тенге. Современное оборудование привезли из Поднебесной. Курс на Китае. Именно туда на днях отправят первую партию под лейблом «Сделано в Казахстане». Первая партия будет 1000 тонн, для того, чтобы мы прошли границу хорошо. А вообще у нас производственная мощность в дальнейшем 360 тысяч в год. И мы планируем, что 1000 тонн в сутки мы будем производить и грузить. Ориентир на производство и экспорт. О выгоде переработки и продаже за границу глава региона Кумар Аксакалов неустанно говорит аграриям. Как и о развитии животноводства. Семья Касьяненко вовремя это поняла. ТО «Намыс», хоть и специализируется на растениеводстве, весьма успешно разводит племенной скот. Около пяти лет назад начались 200 голов гирефордской породы. Сейчас в хозяйстве почти 900 коров мясного направления. Со сбытом проблем нет. Еще большие перспективы ожидают животноводов с открытием мясокомбината американской компании «Тайсон Фудс». Планируют, что ежегодно на убой пойдут порядка 2000 голов. Мы можем произвести, но мы не могли продать хорошо. Это вопрос реализации мяса. Бычков на откорм доводят до килограммов 200 в личном подворном хозяйстве. У откорм площадки покупают уже по хорошей цене сам мясозавод, мясокомбинат «Тайсон». Планируют расширение, но для этого нужна кормовая база. Аграрий просит помочь с подведением воды. Нуждается в живительной влаге и сама Ставрополка. Глава региона Кумар Аксакалов пообещал помочь селу. Да и в целом такие деревни местные власти будут всячески поддерживать. А все потому, что здесь закреплено сильное предприятие, на котором думают о людях. В 1998 году наша компания «Туона Мыса» основал мой отец Касьяненко Виталий Григорьевич. Основными принципами которых была поддержка населения, что люди, работающие в селе, живущие в селе, должны жить достойно, потому что все блага, которые на этой земле достаются, люди должны их чувствовать. Виталий Касьяненко многое сделал для села. Построил церковь и дом культуры. Семейную традицию сейчас продолжает его сын. 30-летний, молодой, амбициозный. Живет в родном селе, знает его жителей и их проблемы. Помогает развивать Ставрополку. В ремонт фельдшерско-акушерского пункта Александр вложил порядка 3,5 миллионов. В планах второй этаж здания переоборудовать под тренажерный зал. Помогает Александр и дому культуры. Кружки и секции там посещают свыше 70 детей. В их распоряжении богатая костюмерная, собственный швейный цех и просторная сцена. Также есть библиотека и музей села. Директор предприятия должен отвечать за экономику, но экономика, она все неразрывно связана с жизнью людей. Поэтому я благодарен Александру за то, что он говорит с радостью, что у нас детей появляется больше. Как бы отремонтировать школу думает, отремонтировать детский садик в этом году планирует. Поэтому мы будем максимально помогать. Настоящий пример для подражания. Прогуливаясь по Ставрополке, кажется, что попал в маленький уютный мир, где люди поддерживают друг друга, а главное есть тот, кто помогает сельчанам. Здесь и общественную баню открыли. Такая современная не в каждом райцентре найдется. Единственная школу бы реконструировать, говорит Александр Касьяненко. К слову, ученики здесь бесплатно получают горячее питание, а особо отличившиеся классы – путевки в областной центр. Взамен отвечают достижениями. Все выпускники прошлого года поступили на грант. Глава региона Кумар Аксакалов отметил, с капитальным ремонтом школы сельчанам непременно помогут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова